Всем привет, друзья! Давно меня просили сделать обзорчик на учебный фильм Главного управления собственной безопасности о том, как вести себя с блогерами, журналистами и прочими людьми, которые как бы выставляют полицию в не очень хорошем свете. Напомним, фильм появился еще в конце лета прошлого года. После этого в наших роликах полицейские очень часто стали говорить какую-то дичь. Они начали говорить, меня можно снимать, но меня нельзя выкладывать в интернет. Вы будете нести там чуть ли не уголовную ответственность. Некоторые говорили и уголовную ответственность, вон как с Хорошевского района полицейские. Некоторые там просто говорили, я подам на вас суд, там что-то еще. Ну и, собственно, к чему это все велось, да? Собственно, сам фильм, самое начало, да, задумка неплохая. То есть люди действительно признают, что появление такого количества видео, которые, ну, в которых полицейские просто позорятся, прежде всего обусловлено их низкой степенью подготовленности, низким уровнем знаний сотрудников полиции. И именно его-то, казалось бы, и надо повышать, надо обучать, как надо себя вести. А они там еще и добавили какую-то полную дичь про невыкладывание в интернет и прочее. То есть они хотели типа двух зайцев убить, но нет, ребяточки, не получится. Получится у вас избавить полицию от позорников, только либо их выгнав, либо обучив их нормально себя по закону вести на камеру. И ничего лишнего не делать, вот строго по закону. Фильм подготовлен, как я уже говорил, главным управлением собственной безопасности МВД России. У нас этот инсайт появился. Появился, на самом деле, достаточно давно. Уже некоторые блогеры даже, так сказать, публиковали его, да. Но вот мы тоже по многочисленным просьбам сейчас вам его покажем и расскажем, что и как. В основу этого фильма вошли сюжеты многих блогеров. И с канала Движение, и с канала Яна Котелевского, и с канала Ширманова Евгения. Все они были использованы МВД. И что хочется положительно отметить, что они реально там указывали на первичные ошибки полицейских. То есть они прям красным, типа, аларм, нельзя так делать. Вот это вот молодцы, все правильно. А то, что вот реконструкцию вы делали, это дичь полная. То же самое запрет выкладывания съемки, это тоже дичь полная. Не надо так делать. Сотрудники полиции, не ведите себя так. Этот фильм, как говорил наш адвокат Луньков, вгоняет вас в тюрьму. Потому что во многих случаях, в большинстве случаев, запрет видеосъемки, это превышение должностных полномочий. Как минимум, часть 1, статьи 286 Уголовного кодекса наказывается наказанием в виде лишения свободы на срок до 3 лет. А учитывая, что вы потом еще применяете всякие 19.3, физическую силу, то это часть 3 до 10 лет лишения свободы. И отвечать будете конкретно вы. Не кто-то из УГУСБ, кто там эту дичь вам вбил в голову, да? А конкретно вы будете отвечать. Что характерно, что вот в районе, да, в некоторых районах, этот фильм явно смотрели, но вот эту дичь они не несут. Допустим, вот в районе Вишники, я точно знаю, что эту дичь, по крайней мере, мне никто не говорил. Что нельзя выкладывать там и так далее. Все сотрудники, я думаю, адекватные. Я надеюсь, по крайней мере, что они тут все адекватные, что моя работа не проходит даром. К сожалению, сотрудников из района Вишники, в том числе и Телишева и Беляева, которые прославились тем, как покупали билеты на станции, а потом с применением физической силы, превысив свои должностные полномочия, похитили меня в отдел полиции. Правда, один из них потом извинился. Они попали только на промежуточные кадры этого фильма. В основной фильм их, видимо, не включили. Видимо, они были не настолько эпичные. Ну что ж, ребятушки, думайте, прежде всего, сотрудники полиции, что вы делаете на камеру, и тогда, возможно, вы не попадете в интернет, либо попадете хотя бы, может быть, даже в хорошем свете. Видите, мы же не всегда ругаем полицию, мы, когда полицейские делают все качественно, делают все нормально, мы честно говорим, что все хорошо, что все нормально. И даже хвалим посадриков полиции. Если же он безграмотный полицейский, если же он вообще хамит, дерзит, пристает, трогает руками, применяет физическую силу, насилие, то, естественно, и отношение к вам будет соответствующее, правильно? Иначе как? Все по справедливости должно быть. Также, друзья полицейские, не мусора, а полицейские. Если вас притесняют по службе, если как-то вас там начальство гнобит, требует с вас палки, хамит вам, вы, во-первых, все записывайте на диктофон хотя бы или на видео, если будет возможность, и присылайте нам. Мы вас постараемся защитить, ну или хотя бы осветить эту проблему, а, соответственно, это приведет к тому, что ваше начальство себя так больше вести не будет. Мы знаем, что вас тоже подставляют, что вас тоже заставляют делать многие вещи, которые вам не хотелось бы делать. Вы ведите себя строго в рамках закона, даже если вы где-то накосячили, ну, не критично там, не бойтесь, вам это зачтется, будет смягчающим обстоятельством, так сказать, в глазах народа, да? Но чтобы не было таких случаев, что вы там с утра там взяли взятку, а вечером прибежали к нам, вот, ой, какой плохой начальник. Или с утра вы там запытали человека, а вечером вы прибежали к нам, ой, меня начальство поругало. Нет, ребятушки, всякую дичь, которую там вы делаете, ребятушки, вы уже перекочевываете в стадо, так сказать, мусоров. А вот полицейские нормальные, грамотные, которые хотят обучаться, хотят учиться, хотят развиваться, хотят служить народу, присылайте нам свои обращения, они будут рассмотрены, свои записи там какие есть. Постараемся решать ваши вопросы по справедливости. Учебный фильм, это на самом деле, используйте только вот хорошие его стороны. Вот, сейчас вместе с вами его посмотрим. Ну, все, ребятушки, поставьте лайк, распространите это видео, смотрим фильм учебный. Ну, сразу на заставке, видите, алгоритм действий сотрудников полиции при осуществлении несанкционированной видеосъемки порядка несения ими службы. А кем она должна быть санкционирована? Кем? Путин должен сказать, можно? Или все-таки санкционирована она Конституцией? Расскажите нам, ГУСБ, вы чего там вообще? Зачем вы это на заставку ставите? Несанкционированные? Они потом реально так кудич несут, что несанкционированная видеосъемка проводится. Ну, вообще, ладно, смотрим дальше, а то мы рано начинаем бомбить. В настоящее время получило широкое распространение, целенаправленное создание гражданами видеороликов о сотрудниках полиции во время несениями службы, которые зачастую носят заведомо провокационный характер. Данные материалы широко распространяются в сети интернет, формируя искаженный негативный образ сотрудника полиции и отрицательное отношение общества к МВД России в целом. Законодательством Российской Федерации прямого запрета на фото- и видеосъемку сотрудника полиции не установлен. Вместе с тем, немногие помнят о том, что обнародование изображения сотрудника полиции и распространение его персональных данных в сети интернет возможно только с его согласия. Несоблюдение данного требования влечет ответственность гражданина перед законом. Несоблюдение данного требования влечет ответственность гражданина по закону. Это какого требования закона? Напомним, 152.1 ГПК четко предусматривает распространение изображения гражданина любого сотрудника полиции, тем более должностного лица. Он вообще публичный человек в принципе. Работа полиции гласная и публичная. Несмотря на то, что в общественном месте они находятся. Не в общественном, а все эти ролики сняты в общественных местах. Допускается распространение изображения гражданина без его согласия, если его изображение получено либо в общественном месте, либо в целях преследования общественных интересов. То есть для какого-то освещения противоправных действий. А в большинстве этих роликов действия сотрудника полиции являются противоправными. И само МВД это признает. К сожалению, большинство сотрудников полиции, ставших антигероями видеороликов, не способны к общению с гражданами под прицелом видеокамеры. Целью данного фильма является на основе анализа типичных конфликтных ситуаций общения сотрудников полиции с гражданами научить сотрудника полиции грамотно и профессионально общаться с гражданином. Куда пошли? Молодые люди. Вы что кричите? Я гулять иду. Вы почему кричите так? Вышли отсюда, молодой человек. Дождите, ну не надо. Я хочу узнать, как вас зовут. Да сейчас я выйду после того, как узнаю. Я сейчас вызову. Да вызывайте, конечно. Вас как зовут, я хочу узнать. Вышли отсюда. Что значит быстро? Почему так разговариваете с змеей? Вышли отсюда. Потому что здесь не положено находиться. Можно ваш посмотреть? И вот сейчас нам показывают, вернее, сотрудникам полиции показывают видеоролик Евгения Ширманова, который снят на Красной площади там несколько лет назад. Смотрим действительно по косякам сотрудников, да. Там вот аларм прям вы делаете неправильно. А вот на эти нарушения они почему-то не обращают внимание, что сотрудник полиции едет без включенного света фар, а не пристегнутый. Это почему-то аларм не мигает, но дальше он будет. Выйдите отсюда. Я выйду, как узнаю, кто вы. Можно удостоверение? Я вам скажу, я вам покажу удостоверение сейчас. Выйдите отсюда. Да, я сейчас... Не кричите, пожалуйста. Да не кричите, что вы кричите? Выйдите отсюда. Да я сейчас выйду, я удостоверение ваше хочу. Здравствуйте. Ну вот зашли, он погулять хочет. Что-то делать. Ест, пожалуйста. А кто-то отзовут фамилию. Можно походить? Ваш как зовут? Вот это да, слушайте, классно. Давайте заявление сейчас напишем. 018. 018-448. Попков Андрей Николаевич, инспектор. Что это ничего? Попков, ты почему так себя ведешь? Здравствуйте. Можно прогулять, пройти? Полицейский отдельный рот ППС, старший сержант полиции Степанова. Как вам можно обращаться? Антон Иванович, а что происходит? Почему пройти не могу? Антон Иванович, данная территория перекрыта на время проведения массовых мероприятий в целях обеспечения общественного порядка. Если вас интересует более подробная информация, вы можете обратиться в подразделение информации общественных связей. Вам это понятно? Так люди вон гуляют, почему я пройти не могу? У данных людей есть пропуск на данное мероприятие. Антон Иванович, я вам еще раз повторяю, территория закрыта, выйдите, пожалуйста, за ограждение. Так, секундочку, предъявите, пожалуйста, ваши документы. 38-51-18-22. Принял следы. Так, Кузнецов Антон Иванович. Антон Иванович, я вас предупреждаю, если вы продолжите игнорировать требования выйти из-за зоны оцепления, вам может быть применена санкция за неподчинение законному требованию сотрудника. Здравствуйте, инспектор, старший сержант полиции. Анатолий Юрьевич, что у вас произошло? Молодой человек хочет по площади прогуляться. Пройдите, пожалуйста, за ограждение. Вам понятно, молодой человек? В случае неподчинения законным требованиям на основании статьи 19 закона о полиции, я буду вынужден применить физическую силу. Хорошо, я буду. Антон Иванович, я вас предупреждаю, видеосъемка, произведенная вами, может быть использована только для обжалования действий сотрудников органов внутренних дел. Обнародование в сети интернет и других источников может быть произведено только с согласия сотрудника. Я свое согласие не даю и предупреждаю вас об ответственности. Всего доброго. Когда они начали вот эти инсценировки, так сказать, показывать, я честно угорал очень долго. И вот опять, они в принципе сделали с одной стороны правильно, что сотрудники полиции представляются, все хорошо, даже с маячками едут по этой пешеходной дорожке, да, по пешеходной зоне, по парку Победы. Однако у них постоянно либо отойдите, пожалуйста, не выполнил 19-3, а где требования-то? Надо говорить, я требую, там, отойдите, пожалуйста, там, дать время человеку, чтобы он отошел. И так получается, что тот либо попросил, либо потребовал, ничего не понятно, и сразу либо 19-3, либо запрещено выкладывать в интернет, либо и то, и то, как тут, да. Ну и каков в этом смысл? Вообще не понятно ничего. Ни на один закон не сослались, ни почему тут нельзя, там, никакое мероприятие проходит, ни кем утверждено, ничего. То есть, грубо говоря, какие-то полицейские вдруг решили перекрыть зону, да, и пускать туда только по пропускам самовольно, да, и просто говорят, все, отойди, иначе 19-3. Ну, куда это годится, ребятушки? Надо ссылаться на нормативно-правовые акты, да, на такое-то постановление правительства Москвы, что проводится такое-то мероприятие, что в такие-то дни там вход туда только по пропускам. Тогда, да, вопросов нет. А тут, ребятушки, опять недоработочки, недоработочки. Да, опять-таки, она говорит, за это предусмотрена ответственность, за то, что, типа, ты меня вылышишь в интернет. А какая, не говорит, административная, уголовная. Человек должен знать, что ему вообще светит там. Три года или там штраф 100 рублей, понимаете? А тут в данном случае ему вообще ничего не светит по закону. Так что продолжаем дальше смотреть. Ситуация номер два. Давайте, представьтесь, пожалуйста. Я вам представился. Нет, представьте, покажите удостоверение, я не слышу. Вот жетон. Удостоверение можно? А можно удостоверение ваше посмотреть? Документы. Удостоверение можно ваше посмотреть? Вы законом полиции читали? Да. Предъявите, пожалуйста, документы. Камеру уберите. Вот, тут видите, как требование прекратить видеосъемку необоснованно, незаконно. А дальше что? Нет, я имею право снимать. Нет, вы снимаете? Я имею право снимать. Я вам предоставлю. Вы, вы... Нет, я поснимаю лучше. Вы снимаете, вы снимать не будете? Нет, да, законно... Предъявите, пожалуйста, документы. Предъявите документы. Я гражданин, я простой гражданин, я имею право снимать. Нет, я не вижу так. Я вам предоставлю. Я не вижу так, гражданин. Я не вижу. Вы не предъявили. Я вам предъявлять ничего не буду. Я вам предъявлять ничего не буду, пока вы мне не покажете свои документы. Я вам показал. Нет, вы мне не показали. Я не видел ваши документы. Что вы там хотите увидеть? Я хочу увидеть, как вас зовут. Здравствуйте. Вы полицейский? Здравствуйте. Полицейский, отдельная рота ППС, старший сержант полиции Петров. Слушаю вас. Покажите мне удостоверение. В соответствии с частью 5 статьи 5 закона о полиции, в данной ситуации я не обязан предъявлять вам служебное удостоверение. Но если вы хотите убедиться в том, что перед вами сотрудник полиции, тогда, пожалуйста, смотрите. Предъявите ваши документы, пожалуйста. Вот в этой ситуации, до этого момента, когда сотрудник представился, хотя не обязан действительно, он был, показал удостоверение, если вы хотите убедиться, пожалуйста, смотрите. А дальше-то что? Зачем он потребовал предъявить документы? У них же как в фильме, по фильму как? Как? Каждая просьба – это требование. Сейчас МВД нам сказал, а это просьба была, а гражданин был не обязан. Но вы же как сказали? Когда девушка просила, выйдите, она говорит, а если вы не выполните, все, 19-3. А тут как получается? Получается, я все просьбы сотрудников полиции в этом фильме воспринимаю как требование. И вот на основании чего он у человека, который обратился к полицейскому, требует паспорт, я не понимаю. Я блогер. Можете ответить на мои вопросы? Виктор Алексеевич, что конкретно вас интересует? Мои подписчики интересуются, как можно попасть на службу полицию и почему на эту ответственную и серьезную работу попадают случайные люди. В соответствии с законом и полицией я не полномочен отвечать на ваши вопросы. Это относится к компетенции подразделения информации и общественных связей, органов внутренних дел. Более подробную информацию вы можете получить, обратившись по адресу. Город Москва, улица 2-я, 1-я, дом 77. Виктор Алексеевич, обнародование и дальнейшее использование моего изображения возможно только с моего согласия. Так вот, я вам такого согласия не даю. Всего доброго. То есть дежурную часть нельзя пройти, я правильно понимаю? Оставить заявление нельзя, правильно? Добрый день, слушаю, вас какого вопрос интересует? Уберите камеру, пожалуйста, потому что вы нарушаете действие действия с приказом МВД России номер 1111 ДСП. Видеосъемка разрешает сухо-сарушения ответственного руководителя. Я вас приглашу. Оперативный дежурный, капитан полиции Крылова, камеру уберите. Имя очень классно. Максим Валерьевич, сейчас касаемо. Максим Валерьевич, а девушка на грудный знак? Я не нашел на грудный знак. Ну у вас Б-джет, да, должно быть. Б-джет? Видите, я сейчас вы выходил. Вы к людям вышли, да? Правда? Да, я вас спросил, уберите камеру, пожалуйста. Я вам сказал, что я не уберу камеру. Я вас спрашиваю, уберите камеру. Я вам отказываю, ваша просьба. Значит, я вас сейчас просто и возьму, принудительно включу, и все. Окей, давайте. Добрый день. Здравствуйте. Полицейский комендантской службы, сержант полиции Михайлов. Чем могу вам помочь? Я хотел бы узнать, как правильно подать заявление вычисленного. Предоставьте ваши документы, пожалуйста. Пожалуйста. Николай Иванович, вся интересующая вас информация находится в здании отдела внутренних дел. Но прежде всего, я прошу вас прекратить видеосъемку. С какой статьи вы уже прекращаете снимать? Николай Иванович, осуществляя видеосъемку на территории объекта органов внутренних дел, вы создаете угрозу его антитеррористической защищенности. Мишель, вашему террориста похож. Николай Иванович, я требую прекратить видеосъемку. Во-первых, в целях необходимости обеспечения антитеррористической защищенности, а во-вторых, обеспечения пропускного режима. И чем же этот пропускной режим установлен? И кем? Пропускной режим устанавливается приказом начальника территориального органа. Это же для сотрудников, а не для граждан. Данный акт предоставляет сотрудникам право ограничивать определенные действия граждан и устанавливает обязанность обеспечения безопасности объекта. Николай Иванович, в случае неповиновения законному требованию сотрудника полиции, вы будете привлечены к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ну, хорошо. Вы намерены подавать заявление? Возможно. Образец заявления размещен на информационном стенде. В случае возникновения затруднений вам поможет оперативный дежурный. А вот это, друзья мои, вообще уже дичь. То есть, чуть что, если нет никакого закона, запрещающего видеосъемку в отделах полиции, то нужно все сваливать на антитеррористическую защищенность. Все правильно, этим можно оправдать вообще все. То есть, полицейский там кого-то убил, это он подумал, что он террорист, это антитеррористическая защищенность. Все это все оправдывает. Все нормально. Полицейский там что-то запретил, этим все оправдывает. Гражданин спрашивает, чем установлен пропускной режим. Это же для сотрудников получается все правильно. А он говорит, нет. Приказ начальства дает нам право требовать от граждан там что-то сверх закона и обеспечить пропускной режим. Типа, в случае неподчинения вы будете привлечены к административной ответственности по статье 19.3 за невыполнение законного требования сотрудника полиции. То есть, требования, основанные на приказе, они считают законным. Законным может быть требование, только основанное на законе. Это исходит из логики понятия законное требование. Однако, до них это, как я понимаю, не доходит. Да и тем более, какой смысл запрещать видеосъемку там, где любой человек может зайти, любой круг лиц не ограничен, который может проникнуть до дежурной части. Я понимаю, там в кабинетах всякие уголовные дела, персональные данные и прочее. Да и то, не во всех, только где следственные действия идут, либо какие-то реально персональные данные. Там, может быть, да, это имеет смысл, но в дежурной части, где любой человек может прийти, то же самое увидеть, тем более информация для граждан размещена, ну какой смысл это делать? Тем более, ну конечно, можно всегда прикрыться антитеррористической защищенностью. Ну ладно, смотрим дальше. Я требую предъявить документы представителей прессы. В какой стадии? Да подождите, нет, ну если обращаться, просто вы в диалог, у вас диалог между собой, и поэтому я не в него не встревал. В какой стадии пресс должна вас сейчас предъявлять документы? Ну, если вы хотите общаться со мной лично, то кто? Представьтесь, пожалуйста. Чему он должен быть? Мне не обязательно достояние, просто должность, фамилия, имя. Начальник ИАЗ отдела полиции номер 5, капитан полиции Гарина Ольга Сергеевна. Да, цель обращения ко мне и причины. Я хочу узнать, на какое основание у вас для проведения съемки и кем вы являетесь гражданином Рыжовым? Меня зовут... Вы ему никем не являетесь, поэтому я прошу покинуть помещение. Меня зовут Роман Пятаков, я корреспондент, информационный агент «Свободная новость» и журналист. К нему отношения имеете? Вас вызывали сюда? Мне позвонил его представитель, Исвадин Чарский, и сказал о том, что, по его мнению, в отношении него совершено уголовное преступление, он задержан незаконно. Ну, это такая его позиция. Отношение гражданин, Рыжов, вы имеете? Что значит имеете? Отношение гражданин, к совершенному им правонарушению вы имеете? Нет, прошу покинуть помещение. Вы требуете или просите? В данном случае, я требую покинуть помещение. Это ваши законные требования сотрудника полиции, да? То есть, если я не подчинюсь, будет примена статья 19.3, правильно я понимаю? Я пока не говорю о динаме. Нет, ну я спрашиваю о последствиях. Если я скажу, я отказываюсь, что будет? Я предупреждаю вас. Будут применены меры в соответствии с действующим законодательством. Ну, какие меры? Я вас уточняю. Человек и юрист. Ну да, но если я не подчинюсь, не подчинюсь вашим требованиям. Если вы не подчинитесь законным требованиям, то, возможно, будет расценено как совершение вами административного правонарушения. Ну, какие последствия? Последствия 19.3, если вы имеете в виду. В том числе до административного ареста. Неужто дошли до того, что представителю прессы нельзя необоснованно требовать прекратить видеосъемку? То есть, уже дошли до этого? Вот на этом моменте я порадовался, да. Но смотрим дальше. Дальше опять все как всегда. Все понятно. Да не, я уйду. Конечно, да. Хорошо, да. Да. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Начальник отдела дознания, майор полиции Фейдина Анна Михайловна. Пожалуйста, предъявите ваши документы. Опять, предъявите ваши документы. С какого хрена он должен предъявлять документы? Просто человек зашел в дежурную часть, допустим, ознакомиться с информацией. Ну ладно, если он журналист, но действительно обязан предъявить документы. Смотрим дальше. Корреспондент газеты «Голос народа» Роман Сергеевич Козлов. В каких целях вы осуществляете видеосъемку в помещении дежурной части? Вы знаете, я пригласил находящийся у вас гражданин, который по утверждению незаконно задержан и обвиняется в совершении преступления. Роман Сергеевич, вас вызвал конкретный гражданин. Вместе с тем, прошу обратить внимание, что в помещении находятся граждане, которые не давали согласия на их видеосъемку. Ваши действия могут нарушить их гражданские права. Поэтому прошу прекратить видеосъемку. Вот с чего она, выйдя из своего помещения, решила, что они не давали какое-то согласие. Либо давали какое-то согласие, либо могут быть как-то нарушены их права. То есть это получается по их логике на улице можно так запрещать. Никто же не дает согласия на съемку на Красной площади, получается. Правильно же? Но люди же попадают в кадры. Это может нарушить их гражданские права. Хорошо, только поясните, это ваша просьба или требование? Одной из обязанностей сотрудника полиции является защита прав граждан. Поэтому это мое законное требование. Довожу до вашего сведения, что в случае неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника вы будете привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Роман Сергеевич, во избежание для вас негативных последствий я предупреждаю, что обнародование и дальнейшее распространение изображения сотрудника полиции и присутствующих здесь граждан допускается только с их согласия. Я согласия не даю. Роман Сергеевич, во избежание сотрудников и врачи, 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 врачи повторю короче короче дело к ноте административ материал будет составлять водителя данного транспортного средства без вас разберемся фамилия имя ваш сначала предъявить пункт чего я должен предъявлять тебе старший фенадзор дальше да ваша чего 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 ваша что старший лейтенант зорь не надо кричать тыкать в жене буду я пошел и убери от меня я с вами на вы разговариваю к машине машине пройдемся будете водил достану документы есть у вас есть предоставьте пожалуйста основание основание нарушение правил дорожного движения давай составлять давайте будьте в другом месте говорю документы ваши документы ваши будьте добры что я не ору я разговариваю орете вы ну а теперь смотрим какая же работа над ошибками была проведена полицейский стояв вторым рядом но с включенными маяками ай-яй-яй-яй а там то не были видимо включены маяки поэтому я николаевич подошел и начал с них спрашивать за эту фигню да ну может быть немножко конечно в грубой форме да но тем не менее никакого правонарушения он не совершал перешел дорогу в соответствии с пунктом 4.3 правил дорожного движения и все хорошо инспектор 1 роты 2 батальона тпс капитан полиции зорин у вас какие-то вопросы ко мне только один кто тебя учил так парковаться давайте договоримся обращаться друг другу уважительно как взрослые цивилизованные люди договорились как я могу уважительно разговаривать человеком который паркуется как дебил я нахожусь при исполнении служебных обязанностей предупреждаю вас об ответственности по 319 уголовного кодекса российской федерации оскорбление представителя власти ведь пожалуйста документы удостеряющие личность в каких это делать я должен документ предъявлять вы пересекли проезжую часть в неустановленном месте тем самым нарушили правила дорожного движения пункт 1229 кодекса административных правонарушений российской федерации как теперь я еще и виноват на смотри сергей петрович производимая вами видеосъемка может быть использована только в случае обжалования моих действий дальнейшее использование видеозаписи распространение ее сети интернет и других инвестиционных ресурсах может быть допущен только согласие сотрудника полиции предупреждаю вас что я своего согласия на данную съемку и раз ее распространение не даю если я правильно понял обжаловать я могу согласно административного регламента утвержденного приказом мвд 2017 года шестьсот шестьдесят четыре имеете право обжаловать мои действия у моего вышестоящего руководства либо в прокуратуре обещаю вам вот этим я обязательно займусь машину уберете конечно уберу как только поступит итак ребятушки а тут полицейский также несет чушь по поводу того что человек пересек дорогу якобы в неположенном месте пункт 4 3 пдд при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается приходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках безразделительной полосы и ограждения там где она хорошо просматривается в обе стороны вот она вот ребятки никого правонарушения пешеход не совершал однако ему полицейские вменяют правонарушение на этом основе требует него паспорт однако если он ему вменил правонарушение почему же не составил административный материал почему же они в нем он не довел получать сделал до конца как это так мы посмотрели фильм однозначно напрашивается вывод что именно отсутствие должного уровня профессиональной правовой подготовки приводит к тому что сотрудника нет четко алгоритма действий подобных конфликтных ситуаций незнание ответа на вопрос гражданина вызывает у сотрудника стресс и автоматическую защитно-оборонительную реакцию то есть то эмоциональное состояние которое приводит к агрессивности как психологического так и физического характера в адрес гражданина поведение которого зачастую носит довольно провокационный характер в роликах четко прослеживаются такие негативные реакции сотрудников как снижение сознательного контроля своим поведением и повышенную эмоциональную возбудимость поэтому помимо необходимого наличия запаса элементарных знаний стоит обратить внимание на построение своей речи а также профессиональных навыках выхода из подобных конфликтных ситуаций в заключении хотелось бы еще раз напомнить те ключевые моменты которые позволят сотрудникам избежать конфликтов с гражданами это уверенное знание нормативной базы контроль над своим эмоциональным поведением и строгое следование нормам закона но в конце действительно золотые слова вот даже не убавить не прибавить удачи вам коллеги ну и в конце зачитаем вам выдержку из гражданского кодекса это статья 152 прим 1 на которую собственно они все ссылаются хотя большинство из них даже не знает и не ссылается на ее кто ссылается то не знает что такое зачитываем охрана изображения гражданина часть 1 обнародование дальнейшее использование изображения гражданина в том числе его фотографии а также видеозапись или произведение изобразительного искусства в которых он изображен допускается только с согласия этого гражданина после смерти гражданина его изображение может использоваться только с согласия детей и пережившего супруга а при их отсутствии согласия родителей такое согласие не требуется в случаях когда первый пункт использования изображения осуществляется в государственных или общественных или иных публичных интересов а напоминаем во всех этих роликах само гуэсб признает что имелись нарушения законодательства сотрудниками полиции ой значит уже общественные государственные иные публичные интересы подходит часть 2 изображение гражданина получено при съемке который проводился в местах открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях собраниях съездок конференций концертах представлениях спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях за исключением случаев когда такое изображение является основным объектом использования ну как бы там птички трава там машинки еще есть они просто там одно лицо мелькает значит не основной объект используем все хорошо ну и третье гражданин позировал заплату в случае сотрудников полиции я думаю третий пункт применим так как им платят денежное содержание они признают что статья 8 закона полиции это публичность открытость поэтому они в принципе то позируют заплату то есть выполнение ими данного данной нормы закона статьи 8 закона полиции то есть гласность публичность включена в их собственно оплату их труда как я считаю так что ребятушки именно поэтому суды сейчас не завалены исками к активистам от сотрудников полиции ну во первых потому что сотруднику полиции как мы видим тяжело в принципе даже какое-то требование выдвинуть или общаться с гражданином не то что там составить какой-то из гражданском порядке да а во вторых потому что иски эти не имеют под собой никаких законным оснований вот как мы видим с инспекторшей хуторской в нижгородской области которая также хотела отсудить у владимира голова там что-то 700 тысяч рублей за ее выкладывание изображения однако она проиграла 40 тысяч рублей вместо того чтобы получить 700 задумайтесь сотрудники полиции как вам говорила эта замечательная женщина из учебного фильма прежде всего соблюдайте законодательство и все у вас будет хорошо это главный тезис главный аргумент вообще все хорошее вот в этом фильме основывается именно на этом все остальное не воспринимайте не используйте никогда и ни при каких обстоятельствах только соблюдайте закон в этом фильме основной посыл как я считаю положительно именно в этом а вот этот запрет выкладывания ребята не надо не надо так делать мы должны пропагандировать образ полицейского хороший образ полицейского и просто будьте ведите себя достойно и тогда такие ролики с таким негативом останутся далеко в прошлом да кстати будет бы а у всех ли вы сотрудников полиции которые присутствуют на вот вашем замечательном фильме взяли согласие на обнародование изображения вы же так говорите что нельзя так делать а ну что ж друзья напишите в комментариях что вы думаете об этом фильме поставьте обязательно лайкосик распространите это видео подпишитесь на наш инстаграм телеграм-канал группу вконтакте все ссылки будут в описании также заходите в наш турбо супер открытый чат люди движения можете прям так в телеграме набрать люди движения там высветится наш чат там уже почти 700 человек однако мы присутствуем там и по мере возможности будем с вами общаться там разговаривать обсуждать многие интересные темы также там присутствуют другие люди тоже умные умные люди умные люди должны объединяться поэтому добро пожаловать в наш чат ссылка также будет в описании также напоминаем что мы когда ходили к главному управлению министерство внутренних дел по московской области и в самом министерство внутренних дел когда общались с руководителями структуры по общественным связям до мвд мы предлагали собрать круглый стол и обсудить под камерами сложившуюся ситуацию в мвд приложение остается в силе и надеемся что она будет принято и все люди увидят как к подобным роликам подобным сотрудникам да и относится руководство мвд какие шаги они предпринимают чтобы таких роликов и таких сотрудников которые позорят полицию становилось все меньше и меньше чтобы все люди это увидели непосредственно это может стать темой обсуждения на этом круглом столе если он соберется напоминаем что ведомстве генерала черенкова это гибдд таких случаев на порядок становится меньше чем в ппс и иных службах еще друзья у нас есть небольшое объявление для москвичей объявление касается выборов в московскую городскую думу которые пройдут у нас осенью 8 сентября как вы знаете у нас есть кандидаты за которых мы рекомендуем вам проголосовать на этих выборах это касается пока что только двух округов москве это девятнадцатый округ это вишнякия новогереева и ивановская а также 25 округ это в основном марина там еще какие-то районной части по 19 округу это у нас олег шереметьев вы все увидели на нашем канале это человек который боролся против строительства северо-восточной хорды против вырубки парка кускова и за укрепление и приведение в божеское состояние люберецкого канализационного коллектора который находится сейчас в аварийном состоянии отчего жители испытывают неудобства андрей орла так же вы все знаете это у нас активист журналист и общественный деятель с канала движения он также ведет общественную просветительскую работу в марина борется за здоровье граждан с просрочкой борется за экологию убирает там свалки в марина и борется за то чтобы полиция у нас также работала по закону служила по закону но вот друзья за этих кандидатов мы рекомендуем вам проголосовать 19 и 25 округ ищите их фамилии орел и шереметьев в вашем избирательном бюллетене на выборах 8 сентября 2019 года но все всем удачи всем пока боритесь за свои права главного управления собственной безопасности спасибо за распространение видео самыми выпиющими хотя и не самыми ну тем не менее с выпивающей глупостью сотрудников полиции надеемся что таких случаев станет меньше